В Кандапожском районе пропал ребенок. Родные не усмотрели за малышом. Трехлетнего мальчика искали целые сутки. Петрозаводчане проявляют активную гражданскую позицию, отстаивая не только бульвары и скверы, но и сарай для дров. Народный гнев выслушал наш дежурный по городу. Все для дачи на удачу. Наши коллеги из ТВР Панорамы раздают призы. Кому повезло на этот раз. Вы смотрите новости на телеканале НЕКО Плюс. В Кандапожском районе пропал трехлетний мальчик. Ребенок находился вместе с отцом в гостях у бабушки в поселке Нелгамазера. Он гулял во дворе один. В половину седьмого вечера родные обнаружили, что ребенка нигде нет. Стали искать. В десять вечера к ним присоединились полицейские с собаками, спасатели и пожарные. Сегодня тело ребенка было найдено. Собака брала след и довела до ручья. Дальше собака след потеряла. И вот в 15 часов 45 минут от старшего группы поступила информация, что тело ребенка было найдено в четырех метрах от берега, в районе 150 метров от ручья, которое соединяет два озера. Это Рунжьярви и Нелгамазера. Тело ребенка поднято и сейчас следственно-оперативная группа производит необходимые следственно-оперативные действия. Родственники мальчика находятся в населенном пункте в Нелгамазере. У них там дом. С ними работают специалисты психологической службы. Вместе находятся, работают. Ну, состояние на данный момент, как у обычных людей, конечно, сложное, переживают. Александр Худиланин обратился к жителям Карелии с просьбой поделиться своими мнениями и предложениями по развитию республики. Цитата. «Буду призвательна за конструктивные предложения, ведь нам совместно предстоит строить наше будущее». Конец цитаты. Народный клич брошен в связи с началом работы над концепцией социально-экономического развития республики на ближайшие пять лет. Сейчас специальная рабочая группа уже приступила к разработке концепции. Проект должен определить цели и задачи социально-экономического развития Карелии на среднесрочный период до 2017 года. Согласно Конституции, на рассмотрение законодательного собрания его вносит глава республики. Александр Худиланин готов выслушать народное мнение. Все предложения необходимо направить по электронным адресам или почтой по адресу Петрозаводск, проспект Ленина, 19. Пообщаться с жителями Карелии глава готов не только при помощи почты. 30 июля Александр Худиланин в студии нашей телекомпании ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно на нашем сайте по адресу никодифис.медиа.ру. Программа с главой о главном выйдет в эфир 30 июля в 19 часов. Жителям центральной части Петрозаводска недолго осталось ждать горячей воды. Ремонт теплотрассы на Шотмана закончен, а поэтому с 25 июля, согласно графику, начнется подключение горячей воды на проспектах Октябрьского, Первомайского и центральной части города. А вот жители дома по адресу Льва Толстого, 39, обзавелись новым сараем, но не рады. И даже в знак протеста не хранят там дрова. До сарая, говорят, неудобно добираться, и к нему не может подъехать ни один самосвал с дровами. Дежурный по городу выслушал народный гнев. Хозяева еще пахнущие свежей древесиной постройки в гневе. Им новый сарай построили, а они не рады вовсе. Как нам объяснили, что наши старые сараи мешают строительству? Строят здание реабилитационного центра по соседству. Территория вокруг превратилась в зону стройплощадки. Мешал старый сарай, построили новый. Но он оказался хозяевам немил. Строители забыли про подъездные пути. В итоге новая постройка утопает в буреломе и печалит жителей окрестных домов. А если представьте, привезут, например, одну или две машины дров, и это все надо за один-два дня убрать, то это очень тяжело. Труднее всего пенсионерам. Люди требуют от строителей малого организовать к сараю дорогу. А пока хранят дрова в старом сарае. Из принципа. Пока на зарике борются за дорожки к сараю, в центре города привыкли к более масштабным акциям протеста. То бульвар отстаивают, то какие-нибудь исторические постройки. Однако намечающаяся свалка почти под окнами карельского ФСБ пока никого не беспокоит. Наверное, еще недостаточно масштабно. Таким этот день увидели мы. Если вам есть что рассказать нам, звоните по телефону 533-232. Давайте делать новости вместе. В Гервасе состоялся четвертый автомотофестиваль. В нем приняли участие экипажи из городов Карелии, Петрозаводска, Контовыки, Костомухши, Сегежи, Сартовалы, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Финляндии. Организаторы обустроили несколько трасс разной сложности. О том, как участники преодолевали их на квадроциклах, спортивных и туристических автомобилях, в репортаже Светлана Воробьевой. Под сопровождение «Рамштайн» брутальные джипы, вылащенные городские внедорожники, квадроциклы и непритязательные уазики и нивы. У взрослых мужчин и их подруг игрушки побольше и подороже. Но азарт у всех одинаков. Даже у тех, что управляют такими маленькими джипиками. Получение удовольствия от того, что машина делает то, что ты просишь. В руках у водителя пульт управления. Мини-джипы покоряют трассу не хуже больших автомобилей. Главное удовольствие и для участников, и для зрителей. Организаторы так и говорят. Здесь важнее всего эмоции, семейный отдых и дружеские отношения. Не обязательно стать чемпионом в нашем мероприятии. Нужно помогать друг другу. Нужно, чтобы люди просто не только занимались спортом, но и отдыхали в том числе. Трасса «Лайт». Одни пилоты берут ее агрессивно. Другие, как петрозаводчанин Александр, на городском джипе двухлетки китайского производства мягко и деликатно. На трассе посложнее экстрим и зрелищность. Пилоты из городских автоклубов Карелии. Также есть гости из столиц. Квадроциклы справляются с дистанцией минимум за две с небольшим минуты. Автомобилям требуется порядка трех минут. Сейчас на старт выходит экипаж из Костомукши Ярви. Как у вас настрой? Боевой потихоньку, чтобы пройти, победить этот песочный плен и как бы выйти. Можно даже не в победителях, но хорошо пройти. А в первый раз? Да, в первый раз. Как бы трасса незнакома. Будем стараться. Премьера у Костомукшан удалась. Они прошли дистанцию за три минуты 56 секунд. А вот один из лидеров. Пилот команды «Авиатор» идет по трассе на обычном туристическом автомобиле. Так выглядит гонка из кабины пилота. Эксклюзивные кадры снял наш оператор. Дистанцию он прошел за три минуты 11 секунд. Автомотофестиваль в Гирвасе проходит уже в четвертый раз. И по словам организаторов, пока он остается единственным некоммерческим в Карелии автомобильным шоу такого масштаба. Светлана Воробьева, Александр Борисов, телеканал Ника+. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Закончилась основная подписка на газету ТВР «Панорама» на второе полугодие 2012 года. По традиции, среди подписчиков разыграли призы от партнера редакции нового дисконцентра «Удобный сад». И это как нельзя кстати, ведь среди подписчиков ТВР «Панорама» много владельцев садовых участков. Для участия в розыгрыше необходимо было оформить подписку и вырезать купон из газеты ТВР «Панорама» и прислать его в редакцию. Писем пришло много, ведь призы стоили того. Их предоставил дисконцентр-магазин «Удобный сад». Первой победительницей стала петрозаводчанка Татьяна Павлова. Приводить в порядок свой участок с новой газонокосилкой теперь ей будет намного проще. Другие призы отправятся за пределы Петрозаводска. Насосная станция. Ее получает сидельник Екатерина Николаевна из поселка Пиозерский Лоуского района. Поздравляем! И главный приз мотоблок выручается Лосевой Наталье Владимировне из станции Шуйская. Поздравляем! Победители просят позвонить в редакцию по телефону 56-77-11. А всех владельцев садовых участков приглашают за покупками в дисконцентр-магазин «Удобный сад». Здесь вы найдете все для сада-огорода. Мотоблоки, генераторы, насосные станции, лодки, бензопилы. Это лишь не полный перечень того, что вы найдете в новом магазине. Он располагается по адресу Курганский проезд, 8. А подписная кампания на газету ТВР «Панорама» продолжается до 31 августа. И новые призы уже ждут своих владельцев. Все подробности в каждом номере газеты. При посещении ДК «Машиностроитель» не утоните в мехах. На выставке «Фабрика меха» вы найдете более трех тысяч различных меховых изделий. Подробности узнаете через несколько секунд. О новости к этому часу все. Я, Марина Кабатюк, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. На выставке в «Машиностроители» свою продукцию представляют ведущие российские производители меховых изделий фабрики «Зимняя сказка» и «Фламинго» из города Кирова. На нашей выставке представлены более трех тысяч меховых изделий. Это изделия из норки, мутона, нутрии. Размерный ряд от 38 по 68 включительно. Разных фасонов, разных расцветок. Гордость выставки – новая коллекция норковых шуб от «Зимней сказки». Как уверяют организаторы, в такой шубе любая женщина почувствует себя сказочной королевой. И даже самый завалящий мужчина рядом с такой царственной особой почувствует себя королем и отнюдь не голым благодаря оптимальному соотношению цены и качества. На нашей выставке можно приобрести шубу за наличный расчет со скидкой до 30 процентов. А также можно приобрести беспроцентную рассрочку, без переплат, без первого взноса. Рассрочку можно приобрести через банк «Хомкредит и финансбанк». Обращают на себя внимание и шубы фабрики «Фламинго», отличающиеся современным дизайном и различными комбинациями меха – каракуля, песца, норки и мутона. Подобрать меха по вкусу вам помогут опытные консультанты. По словам организаторов выставки, приобретая шубу здесь, можно сэкономить и время, и деньги, благодаря богатому ассортименту и доступной системе кредитования. Выставка «Фабрика меха» работает в ДК «Машиностроитель» с 24 по 29 июля с 10 утра до 8 вечера. Только сейчас на меховые изделия действуют летние цены. Не пропустите!